МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот научно-исследовательский комплекс не имеет аналогов в мире. Своим появлением на свет ему обязаны десятки и сотни моделей вооружений. Особое значение для повышения обороноспособности Советского Союза имели проводившиеся здесь работы по созданию сверхзвуковых реактивных истребителей. Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Жуковского в фильме «Оружие». Уже во время Великой Отечественной войны стало ясно, что дальнейшее увеличение скорости полета и улучшение летно-технических характеристик самолетов с поршневыми двигателями и воздушным винтом практически невозможно. Мощности силовых установок уже достигали 3000 лошадиных сил, а скорость устребителей не превышала 750 км в час. Перед ЦАГИ и несколькими авиационными конструкторскими бюро была поставлена задача срочно построить новые боевые самолеты на базе трофейных турбореактивных двигателей БМВ-003. Эти силовые установки применялись на машинах Вилли Мессершмитта, МИА-262 «Швальбер». Совместно с конструкторскими бюро Никояна и Яковлева в ЦАГИ развернулись работы над самолетами МИГ-9 и ЯК-15. Институт проводил исследования по аэродинамике, управляемости и прочности этих машин. Советские ВВС получили заказанные реактивные истребители уже через год после окончания Великой Отечественной. После этого основные усилия ЦАГИ были направлены на разработку стреловидных крыльев малого удлинения. Как показали эксперименты, именно это направление исследований обещало наибольшие перспективы. В это время в конструкторском бюро Артема Микояна начались работы над истребителем следующего поколения. Для достижения максимально высокой скорости самолета и обеспечения его безопасности в ЦАГИ были определены основные принципы аэродинамической схемы этой машины. Разработаны специальные профили и общая компоновка крыла. Для обеспечения устойчивости и управляемости истребителя потребовалось провести специальное исследование. Результаты незамедлили сказаться. Так появился МиГ-15, один из самых удачных боевых самолетов в истории мировой авиации. В марте 1948 года новый истребитель Микояна был запущен в серийное производство и стал поступать на вооружение советских ВВС. После войны в Корее МиГ-15 прозвали на Западе «серебряный стрелой». Он стал самым известным советским истребителем всех времен. Стремительное развитие авиации требовало перехода на сверхзвуковую скорость. Первым шагом на пути к преодолению звукового барьера стало применение стреловидных крыльев. Но одним лишь изменением стреловидности добиться столь амбициозной цели оказалось невозможным. Выход на сверхзвуковые скорости потребовало принципиально иных конструкторских и научных решений. Ведь при этом возникало множество новых, ранее неизвестных и неисследованных проблем. Ученые ЦАГИ развернули исследования в области сверхзвуковой аэродинамики. Принципиальная, главная, я бы сказал, проблема это была проблема уменьшения волнового сопротивления. Бюшгинс Георгий Сергеевич. Академик, советник дирекции ЦАГИ. Председатель ученого совета ЦАГИ. Герой социалистического труда. Лауреат Ленинской и Государственной премии. С 1940 года работает в Центральном аэрогидродинамическом институте. Что такое волновое сопротивление? Когда я подхожу к скорости, равной скорости звука, у меня на крыле возникают ударные волны, которые значительно увеличивают сопротивление самолету. И вот, собственно, главная задача была в разработке форм крыла, оперения, фюзеляжа, одним словом, всего самолета, которое бы обладало наименьшим волновым сопротивлением, чтобы можно было пройти через вот этот вот самый пик просто волнового сопротивления, который возникает при скорости полета, равной скорости звука. То есть m равна единице. Всякая теоретическая выкладка нуждается в практической проверке. На этом пути возникли новые препятствия. Прежде в ЦАГИ не было опыта моделирования в имеющихся аэродинамических трубах сверхзвуковых воздушных потоках. Известные схемы подобных установок оказались непригодными для решения новых задач. Поэтому аэродинамические трубы были модернизированы. И нашли способ, как перейти через звук. Сделал перфорацию. Грубо говоря, дырки насверлить в рабочей части, чтобы воздух, который трубу запирал, из этих дырок вышел перед моделью, в камеру давление, а потом бы вошел обратно. Вот этот способ, так сказать, перейти через звук в трубе при помощи перфорации, это тоже крупнейшая заслуга наших ученых ЦАГИ. Разработки в области сверхзвуковой аэродинамики, проведенные в Центральном аэрогидродинамическом институте, были использованы Микояновским КБ. Вначале появился МиГ-17, реактивный истребитель, на котором впервые была превышена скорость звука в горизонтальном полете. Затем в воздух поднялся сверхзвуковой всепогодный перехватчик МиГ-19. При включении форсажного режима на этой машине удалось добиться скорости полета, равной 2000 км в час. Сотрудничество ученых ЦАГИ и конструкторов бюро Микояна продолжалось и при создании истребителя-прихватчика МиГ-25, способного достигать еще больших сверхзвуковистых растений. На основании предварительных проработок в институте был предложен новый принцип компоновки крыла со сверхзвуковой передней кромкой. При этом удачно совмещались хорошие взлетно-посадочные свойства и маневренные характеристики. Для смены режимов полета использовались регулируемые воздухозаборники для двигателя. Работы над МиГ-25 начались в 1961 году. Через три года опытный образец поднялся в воздух. Создание этого перехватчика и его последующей модификацией МиГ-31 стало крупным достижением самолета-строения. Непревзойденные скоростные и пилотажные характеристики позволяют до сих пор считать эти машины уникальными средствами перехвата. В начале 60-х годов Министерство обороны СССР выдало конструкторским бюро Микояна и Сухова заказ на универсальный многорежимный боевой самолет, который мог бы садиться и взлетать с небольших полевых аэродромов. Задача, на первый взгляд, казалась невыполнимой. Наши, так сказать, заказчики военные сказали, что они хотят иметь самолет, который бы на дозвуке далеко летал, который бы на сверхзвуке летал, который имел бы хорошие взлетно-посадочные характеристики, а все эти требования, они, так сказать, друг другу противоречат. Чтобы на дозвуке летать далеко, надо иметь малое стреловидное и большое удлинение. А чтобы на сверхзвуке хорошо летать, надо иметь большую стреловидное и малое удлинение. Для того, чтобы садиться и взлетать, так сказать, на аэродромах, сравнить с небольшим, тоже надо было иметь крылья почти прямые, очень большого удлинения и мощную взлетно-посадочную механизацию. ЦАГИ предложил свой вариант решения этой проблемы. Использование крыла изменяемой геометрии. Правда, при этом ухудшалась устойчивость и управляемость самолетом. После серии исследований и экспериментов, институт успешно решил все проблемы. Наработки ЦАГИ были использованы конструкторскими бюро Микояна и Сухова, и в конце 60-х годов на вооружение советских ВВС поступили МиГ-23 и Су-24, первые боевые машины с изменяемой геометрией крыла. Одновременно перед военными встал вопрос о замене легких фронтовых истребителей. Конструкторское бюро Микояна выдвинуло идею создания на базе МиГ-21 новой машины, построенной по схеме «без хвостка». Ученые ЦАГИ выступили против этого предложения. В этом случае маневренные характеристики самолета резко ухудшались. Нормальная схема с крылом меньшей стреловидности и большего удлинения оказалась более перспективной. В результате была создана концепция истребителя четвертого поколения с большой тяговооруженностью и высокой маневренностью. Конструкторы совместно с учеными из ЦАГИ приступили к работам над созданием такого истребителя в конце 60-х годов. После обширных исследований и экспериментов была выбрана интегральная аэродинамическая схема опытного истребителя. Крыло со стреловидностью 40 градусов имело развитые корневые наплывы. В конструкции использовались сплавы алюминия и титана, а также композитные материалы. Вот, скажем, классические примеры Су-27 и МИГ-29. Увеличение подъемной силы на больших углах атаки достигается за счет создания тоже центропланной части крыла. Крыло тоже не сплошное, а тоже состоит из центропланной части с очень большой стреловидностью и консольной части с меньшей стреловидностью. Вот если вы посмотрите F-15, то там этого нету. Значит, впервые вот этот вот корневой наплыв был сделан у нас. Первый полет опытного легкого маневренного истребителя МИГ-29 состоялся в 1977 году, а в 1983 он поступил на вооружение советских ВВС. Международная премьера новой советской машины состоялась в 1988 году на авиасалоне в английском Фарнборо. Гелотажные характеристики МИГ-29 потрясли западных летчиков и авиастроителей. Благодаря передовым научным исследованиям специалистов ЦАГи, советская реактивная истребительная авиация стала в послевоенные годы сильнейшей в мире. Продолжение рассказа о деятельности ЦАГи в фильме «Оружие». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин